Приветствую всех, это Уильямом Зелак, и я приглашаю вас в наш шестой эпизод Джанесс Лонджевити Ти Ви. Вы уже слышали о теломерах? Наверное, нет. Теломеры — это окончание хромосом. Они существуют, чтобы защитить нашу ДНК. Они произведены ДНК. Однако последовательность, которую формируют теломеры, является повторением ДНК. Это значит, что они сделаны из одного и того же генетического кода, повторяющегося 2000 раз. Один из способов описать теломеры — это сравнить их с пластиковыми наконечниками шнурков для ботинок. Так же, как наконечники предотвращают расплетение шнурка, теломеры предотвращают распад ДНК. Почему же эта часть ДНК сделана из повторяющихся фрагментов ДНК? Для чего это нужно? Когда клетки делятся и множатся, очень важно, чтобы ДНК в хромосомах оставалась неизменной. Если бы мы теряли часть уникальной информации, заложенной в ДНК, каждый раз, когда она репродуктируется, жизнь человека была бы невозможна. С каждой ауторепродукцией нашей ДНК частичка теломеры откалывается. Но это не имеет большого значения, потому что, теряя определенную последовательность нуклеотидов, у нас остается такой же код в другой идентичной последовательности. Таким образом, природа защитила ДНК в хромосомах. Тем не менее, после 50-70 делений, клетки нашего тела приходят к состоянию, когда нет больше теломеров, чтобы защитить нашу ДНК. Такие клетки больше не могут репродуцировать себя. Для них наступает момент, когда они больше не делятся, либо умирают. Такое состояние называют старением. И когда такое старение охватывает большинство клеток организма, мы умираем от старости. Сегодня мы можем изменить биологический возраст наших клеток при помощи длины теломеров. В момент зарождения эмбрион содержит 15 тысяч пар нуклеотидов в теломерах. Кстати, пара нуклеотидов — это стандартная единица измерения в хромосоме, а общая длина цепочки ДНК — 3 миллиарда таких пар. Итак, после многих делений у новорожденного ребенка есть всего 10 тысяч пар нуклеотидов в каждом теломере. Мы потеряли уже 33% длины наших теломеров. В каком-то смысле? Мы начинаем умирать в минуту нашего зарождения. Когда количество пар в теломерах снижается до 5 тысяч, наши клетки стареют и умирают. Мы теряем приблизительно от 40 до 50 пар каждый год. Поэтому теоретически процесс снижения их количества до 5 тысяч займет порядка 120 лет. Вот почему некоторые ученые верят, что максимальная продолжительность жизни составляет 120 лет. Кстати говоря, мировой рекорд по долголетию до сих пор принадлежит Жанне Кальман. Француженке, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Какое совпадение! Но что хуже? Это когда достаточно большое количество теломеров достигает пределов 5 тысяч пар. Наша иммунная система больше неэффективна, и организм становится более чувствительным к хроническим заболеваниям. Но почему же теломеры у человека постоянно сокращают свою длину, а у других видов они постоянно остаются неизменными? Элизабет Блэкберн из Университета Беркли в Калифорнии нашла ответ на этот вопрос, и с этим открытием она получила Нобелевскую премию в 2009 году. В процессе работы с клетками, с зародышевой линией, теми, которые ответственны за размножение, она обнаружила, что их теломеры никогда не сокращались. И это, конечно, снова чудеса природы. Становится ясно, что жизнь была бы невозможной, если бы эмбрионы унаследовали от родителей клетки с уже сокращенными теломерами. Учитывая миллионы необходимых делений клеток во время беременности, все клетки достигли бы стадии старения за несколько дней, и зародыш никогда не достиг бы зрелости. Элизабет обнаружила, что клетки зародышевой линии имеют особенный энзим под названием теломераза, которая контролируется на генетическом уровне и постоянно активируется. Когда теломераза активирована, она начинает воспроизводить каждую потерянную частичку теломеры. И это практически магия. Частичка за частичкой, кирпичик за кирпичиком. Но почему же во всех остальных клетках это так не работает? Элизабет Блэкберн открыла, что у всех наших клеток есть теломераза. Но, к сожалению, она находится в режиме сна. Ее гены подавляют ее же работу. Почему? Это секрет природы, который пока не раскрыт. Но если мы выясним, как ген теломераза переключить в активный режим работы во всех наших клетках, возможно, мы откроем секрет бессмертия. И как раз это пытаются открыть многие исследовательские лаборатории. Одна из них, корпорация Джеран в США, в процессе работы над древними китайскими лечебными средствами выяснила, что корень астрогала перепончатого содержит один очень специфический компонент, который способен включить ген теломеразы. Они назвали его активатор теломеразы и дали ему название ТА-65. Корпорация Джеран работала на протяжении почти 10 лет над компонентом ТА-65, исследуя его безопасность и эффективность, сначала применяя его к клеточным культурам, а потом и к человеческим клеткам. Они продали все результаты и патенты корпорации ТА-Сайенсес, расположенной в Нью-Йорке, которая сейчас продвигает эту молекулу по всему миру. Как же это связано с Финити? Дженесс подписала соглашение с ТА-Сайенсес на получение эксклюзивных прав на использование ТА-65 по всему миру в сфере прямых продаж. И мы включили компонент ТА-65 в Финити. Хотя ТА-65 является основным компонентом, он все же не единственный. Мы также включили витамин С, витамин Е, витамин В6, витамин В9 и другие ингредиенты, такие как холин, фукоидан, коэнзим-КУ-10, протулак, богатый омега-3 кислотами, токотренол и токоферолы. Так что же происходит, когда вы начинаете использовать Финити? После приема Финити в клетках с критически короткими теломерами активируется теломераза. В тех случаях, когда длина теломер больше, чем 5000 нуклеотидовых пар, клетки снова начинают делиться, и к ним снова возвращается жизнь. Результат улучшается по мере того, как ТА-65 достигает большего количества клеток, и если вы используете Финити регулярно, запускается процесс возрождения клеток. Хорошая новость состоит в том, что ТА-65 имеет временный эффект, а это значит, что теломераза активируется только если теломеры критически короткие. И теломераза приостановит работу, когда теломеры достигнут достаточной длины, чтобы возобновить и поддерживать деление клеток. Какие видимые результаты? Наиболее значимыми будут результаты для иммунных клеток. Существует недостаток в количестве этих функциональных клеток, и они начинают восстанавливать свою работоспособность. Это означает лучшая защита от бактерий, вирусов и заболеваний. Этот результат был задокументирован в нескольких клинических испытаниях. Далее могут появиться и другие результаты. Улучшается зрение, повышается либидо, быстрее уходит лишний вес, заживают раны, улучшается структура костей и состояние кожи. Как его использовать? По две капсулы два раза в день в любое время, до, после или во время еды. Результаты станут явно заметны спустя два-три месяца регулярного приема. Кому не стоит использовать Финити? Детям. Просто в этом нет необходимости, так как их теломеры и так достаточной длины. Молодежи по той же причине. С возраста в 35 лет использование уже будет уместным. Для тех, кто имеет какие-либо медицинские ограничения, перед использованием Финити стоит проконсультироваться со своим врачом. Финити — это уникальный продукт, созданный эксклюзивно для Джинесс. Наслаждайтесь им. Меня зовут Уильям Амзалак, и я представляю поколение молодых. До встречи в следующем эпизоде. Джинесс. Мы are redefining youth. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова